всем здравствуйте меня зовут элени и вы на моем канале сегодня прежде чем я начну расклад я хочу сказать некоторые вещи прошу вас не переключать не перематывать на расклад а услышать то что я хочу вам сказать это будет очень важно начну с того что начиная с сегодняшнего расклада и все последующие расклады этого года 2021 я не буду читать ваши комментарии независимо от того какие они там позитивные негативные я не знаю и я их читать не буду и если к чему я это все говорю к тому что если у вас появится желание меня как-то отблагодарить вы это можете сделать нажав на палец вверх либо с помощью доната номер моей карточки есть в описании к этому видео и к любому видео вот либо если у вас есть очень важная какая-то информация для меня вы хотите задать мне вопрос я не знаю предложить тему расклада либо еще что-то очень важное как-то поделиться я не знаю любая любое ваше взаимодействие со мной вы сможете осуществить теперь только при помощи почты которые есть в описании к этому видео и либо написать мне в директ в instagram во все остальные моменты я вас к сожалению не услышу будете вы писать не будете писать позитивные это комментарии негативные мне будет абсолютно все равно решение мое принято такое после очень долгих дней отсутствия на канале я долго думал об этом как вообще взаимодействовать какие перемены сделать на своем канале и пришла вот именно к этому решению я свою точку зрения озвучила решение за вами далее следующий момент который хочу сказать за последний месяц количество подписчиков удвоилась до выросла вдвое вот и очень много новых людей которые не знают меня не знают кто я чем я занимаюсь и почему именно канал происходит расклады в таком формате и что вообще происходит это то есть как как взаимодействовать с моими раскладами как выбирать позицию и так далее так далее для этого я записала ролик я вам всем рекомендую независимо того но вы подписчики либо старый посмотреть этот ролик для этого вам нужно то как вы видите его сейчас на данный момент меня в нижнем левом углу есть моя фотография аватарка и мое имя фамилия нажимаете на либо на аватарку либо на имя фамилии вас перебрасывать на главную страницу моего канала на этой страничке прикрепленный ролик как раз таки будет вам давать пояснение именно того в чем отличие моего канала от других каналов ютюба рекомендую вам обязательно посмотреть просто потому что если вы не посмотрите возможно у вас возникла какая-то реакция независимо того позитивно негативно вы ее захотите написать в комментариях и будете не услышана потому что как я уже озвучила ранее я комментарии больше читать не буду вот такая вот информация мы с вами сегодня теперь приступаем непосредственно к самому раскладу у нас всегда есть три позиции если это расклад с позициями теперь позиции всегда будут вот в таком формате выглядеть камешки это голубой красный зеленый я не буду менять позиции поэтому либо вы выбираете камешек что в принципе одно и то же либо выбираете позицию там коды есть в описании к этому ролику и ко всем роликам либо если вы наведете курсор непосредственно на движок до времени там выделяется главы которые обозначают начало каждой позиции и вся необходимая информация в том числе и список раскладов зря вы на него не заходите тоже есть в описании к этому видео и к другим то есть если вы нажмете перейдете по ссылке список моих раскладов вы увидите какие расклады у меня есть на канале они все разделе разделены по плейлистам нету повторных раскладов на моем канале я этого избегаю и я это говорю к тому что прежде чем предложить какую-то тему загляните в этот список посмотрите если такой расклад или нет то есть прежде чем совершить какое-то действие сделайте необходимые действия и вы и так мне кажется время было достаточно для того чтобы вы выбрали позиции и мы с вами приступаем позиция номер один голубой камешек смотреть блюдо на тару темного света и на таро шаманов смотреть сегодня мы будем энергетику уже наступившего 2021 года смотреть я буду по временам года и озвучивать энергию непосредственно трех месяцев периода я не буду рассматривать конкретную ситуацию которая с вами там случится почему потому что во первых расклад это общий а во вторых непосредственно уже сама энергия каждого периода будет нам давать очень много информации если вы умеете с ней пользоваться и так что вас ожидать зимой да какая энергия говоря о зиме я обозначу непосредственно два месяца январь и февраль и в конце отдельно декабрь мы посмотрим поэтому энергия зимы январь и февраль энергия зимы у вас будет достаточно подвижная но не в контексте действий а именно знаете здесь идет очень много коммуникации очень много общения взаимодействия с людьми я бы так сказала но здесь нету каких-то конкретных действий что вы что-то совершаете энергия зимы она больше направлена на на общение на разговоры сообщения какие-то может быть размышления но здесь вот каких-то конкретных действий я не могу сказать что есть больше это на уровне ментала больше продумывания либо как вы дальше будете развиваться достаточно большое количество планов здесь есть но и при этом присутствует какая-то неуверенность до бросает вас из стороны в сторону развитие вы будете задумываться больше о том как вам дальше двигаться куда вам идти если мы говорим в контексте развития здесь энергия такая знаете она не зимняя не холодная она как будто бы появляется вот внутри вас знаете как некий цветок подснежник здесь идет такое ощущение некого такого подснежника да когда врагу вроде бы снега но уже появились появился этот цветок то есть ощущение того что я уже готов есть некая готовность двигаться дальше но пока я еще не принимаю никаких действий а больше думаю о том чтобы понять в каком направлении мне двигаться но здесь ним не беспочвенные размышления фантазии иллюзии нет а здесь конкретная нацеленность только вопрос возникает в том что вы еще не совсем уверенный куда вам нужно куда вам нужно двинуться вы как будто бы внутри себя пришли в такое состояние взросление и если раньше вы возможно двигались достаточно спонтанно то сейчас вы уже хотите совершать какие-то более осознанные правильные действия поступки не хотите уже распилять свою энергию хотите ее направлять конкретное русло в соответствии своей цели и поэтому сейчас на данный момент вы определяете со своей целью какой путь вам выбрать куда вы хотите прийти к чему вы хотите прийти для чего вам это все нужно и поэтому размышление очень много очень много неуверенности в себе очень много сомнений здесь у вас идет не пересмотр вы не смотрите в прошлое вы смотрите в будущее и здесь появляется такая знаете некая концентрация энергии появляются какие-то новые силы новые желания я бы так сказала возможность двигаться вперед и вы впервые возможно у кого-то появляется вот это вот ощущение целеустремленности да то есть я хочу идти причем здесь не жесткая энергия та которая сметает на своем пути абсолютно все и зациклена только вот именно на получении чего-то нет а здесь именно такая качественная энергия которая направлена на достижение то есть она внутри вас есть но еще конкретная точка b в которой вы хотите прийти она еще не сформулирована но но по ощущениям энергия ваша она уже готова знаете вот как будто бы совершить какое-то движение какой-то прорыв еще какая здесь энергия у вас зимой да здесь идет некое такое оттаивание знаете ощущение как будто бы вы понимаете внутри себя что вам нужно повзрослеть да то есть и поступки и действия которые вы делали они не были ошибочными они были не взрослыми я не знаю как вам это описать ощущение здесь как будто бы надо вот больше задуматься да именно над действительно над своим поведением над своими действиями да которые вы совершаете то есть еще раз повторюсь и скажу что возможно раньше у вас было какое-то неосознанное какое-то вот спонтанное да пришло в голову я это сделал сейчас прежде чем что-то сделать здесь как будто бы не то чтобы энерго заберегательные режима вас включился а вы более зрело подходите к получению чего-либо то есть вы не будете теперь вкладываться в то что это будет не ваше все что вам будет приносить дискомфорт то есть вы как будто бы себя уже сдерживаете нет вот таких вот порывов да сначала сделала потом сожалеет и это не про контроль эмоции а здесь про понимание того что ну то есть больше включайте свои мозги если так можно сказать да но при этом вот как только произойдет вот это вот оттаивание осознание некое такое взросление что ваш прошлый опыт он был не то чтобы ошибкой а он был следствием тех действий которые были незрелой сейчас вы даже не то чтобы пересматриваете это но вы уже двигаетесь вперед исходя из какого-то нового понимания не знаю что именно у вас произошла вот здесь вот как будто бы что-то новое родилось и вот с этим новым новым мировоззрением новым мироощущением вы переходите уже на другой уровень это придаст вам больше уверенности придает вам больше силы вы как будто бы умеете уже справляться со своими какими-то желаниями то что привычками у вас уже нельзя сбить с толку с пути понимаете вы уже как-то достаточно плотно двумя ногами и стоите на земле уже не витаете в облаках вот здесь вот такая энергия у нас будет зимы энергия весны что вас ожидает весенние месяцы весенние месяцы как будто вы знаете столкнетесь здесь опять-таки нету какого-то движения а чувство будто вы не делаете анализ не совершаете переоценку а здесь вы чувствуете что вы уходите в какую-то глубину то есть вы не двигаетесь не вовне а вы больше уходите вглубь себя вы погружаетесь в себя для того чтобы найти именно какую-то глубину какую-то очень важную и ценную для вас вещь вы как будто бы понимаете ищите способ почему вы бездействуете почему вашей жизни нет той самодостаточности которую бы вы хотели то есть у вас есть некое ощущение того на что вы способны но свои способности вы как будто бы их не реализовываете и вот весна она будет вам дана для того чтобы вы погрузились в себя и нашли вот этот момент что у вас останавливает от становления и бытия того чем чем человеком кем вы есть на самом деле не то что вы думаете о себе либо думы другие вас а то кем заложено изначально вот здесь вот очень такое глубокое то есть ощущение что у вас очень много способностей у вас огромный потенциал но вы как будто бы его не могли раньше раскрыть почему потому что вам не хватало какой-то детали вот весна она будет направлено на то чтобы вы погрузились глубже в себя и нашли вот эту вот недостающую деталь которая поможет вам а начать двигаться на этой колоде что произойдет вам весна весна принесет вам ощущение того как вам нужно взаимодействовать с людьми знаете вы как будто бы та недостающая деталь она будет связана именно с коммуникацией но коммуникация с людьми она будет основана как-то больше на вашей интуиции что ли именно на понимание здесь не на не не от головы и вы как будто бы нащупаете внутри себя вот эту вот фишку сейчас я вам приведу пример если вы знакомы с дизайном человека либо слышали когда-либо есть там такое понятие если я не ошибаюсь по-моему она относится генератором когда человек находится в ровном спокойном состоянии и он живет из отклика когда у него появляется отклик либо зов как реакция на что-либо тогда он начинает действовать то есть вы не начинаете действовать просто ради действий потому что все так живут потому что надо что-то делать и в другой стороны вы не находитесь вот в каком-то состоянии линии в апатии бездействия нет а вы находитесь в ровном таком состоянии благодарности к тому что вы живете и существуете и в какой-то момент в вашей жизни либо появляется человек либо появляется какая-то информация и если вы вовремя среагируете на этого человека на информацию через чувствование себя у вас появляется отклик что это мое я хочу это делать но она идет не из головы она идет и сердце вы понимаете что если я это не сделаю я я сажи буду сожалеть об этом еще расскажу момент не из головы учтите это это внутренние ощущения и вот на назов на ту информацию которую получается либо на того человека а у вас появляется реакция когда вы научаете жить вот в таком формате то есть вы все время находитесь в ровно хорошо ко всему относитесь спокойно то вы а не в какой-то спешке да то вы вот именно в этом состоянии у вас появляется люди и ситуации сами к вам притягиваются ваша задача только понять какая ситуация какой человек какая информация ваша или нет и вы это понимаете из внутреннего зова то есть вы будете не то чтобы реагировать негативно или позитивно вы четко четко будете ощущать это мое или нет но чтобы вот это вот ощущение научиться им пользоваться вам нужно все время находиться внутри своего сердца не в голове и вот эта вот деталь да она вам не доставала да то есть вы шли от головы и вы действовали так как вы хотели сейчас вот весна она вам научит она вам покажет вот этот вот момент это новое взаимодействие с миром да и она будет намного продуктивнее много эффективнее она наполнит вас тем чем нужно и вот она даст вам вот это вот понимание раскрытие своих возможностей и способностей то есть вы не будете распыляться совершая какие-то действия и потом разочаровываясь ошибаюсь а вы четко будете понимать что я как будто бы каждое ваше действие она попадает в цель то есть каждый ваш шаг он стопроцентный но не потому что к вам пришла эта идея в голову а потому что это явилась реакцией на какую-то ситуацию вы поняли это мое это не мое это надо это не надо то есть ваша задача услышать эту реакцию вот весной вы это научитесь дальше идем лето да что вас ожидает летом летом здесь у вас будут она будет достаточно эмоциональным эмоции могут быть абсолютно разные я не буду их обозначивать то есть они позитивные негативные но они они у вас будут присутствовать здесь восприятие вашего мира она будет окрашена всевозможные вот этой вот цветовой гаммой которые есть и при этом во всем этом у вас будет присутствовать внутренняя оценка ситуации то есть как-то вот вы начнете реагировать на все и будете оценивать что именно где есть иллюзия а где есть ваша реальность где есть ваша собственная выгода в том что вы проживаете а где есть именно ну важная значимость других людей здесь вопрос не о балансе а вы как будто бы начнете по-новому смотреть на мир да какое-то вот не то чтобы это логическое переосмысление а вы как будто вы начнете замечать какие-то вещи через какие-то эмоции может быть новые эмоции у вас будут просыпаться может быть новые ощущения как какие-то новые реакции что-то здесь связано с эмоциональным фоном и именно взаимодействия с миром может быть у кого-то будут спадать розовые очки на какие-то вещи вашей жизни которого раньше не было но здесь вот здесь будет возможно у кого-то желание выйти из тех состояний достаточно болезненных когда вы сами себя ранили именно через взаимодействие с другими людьми это могут быть предательства это могут быть любые отношения которые вы расценивали даже не то как вы расценивали а следствие которых было разбитое ваше сердце то есть вот какая-то скорбь какая-то боль причиненная вам другим людям и вот видимо здесь эмоционально после того как вы как-то по-новому научились взаимодействовать вот здесь новый формат абсолютно новый взаимодействие с людьми он поможет вам выйти из разбитого сердца то есть знаете вот это вот ощущение того что раньше я не доверяла миру либо наоборот закрылась от мира либо что-то связанное с доверием сейчас это не то что у вас появится это доверие к миру либо к себе а а это какое-то вот новое взаимодействие вы ощутите себя более безопасным проживать тель или иные эмоции видимо весна которая научит вас как-то идти только исключительно на зов и не делать то что вам не нужно как-то возможно вас будет предостерегать вы как будто бы сделаете новые шаги здесь присутствует малая доля до какой-то вот неуверенности да на этом пути здесь возможно все что связано взаимоотношениями будет может быть противоположным полом но вы как будто бы начнете невзирая на свои страхи исходя из прошлого опыта да вы начнете совершать первые шаги чувство такое что вы уже имеете достаточный опыт достаточные знаний вам нужно просто начать это делать все что новое вы научились по чему как вы научились и смотреть на мир вам нужно будет просто исходя из из этого состояния двигаться вы уже начинаете совершать первые шаги на первые шаги опять выпадает выбор здесь что-то у вас летом видимо будет связано с межличностными вашими отношениями я не буду обозначивать это там для людей которые в паре не в паре там в отношениях ищут неважно не суть здесь суть именно непосредственно самой энергетики когда у вас уже появляется как-то больше уверенности хоть вы и совершаете первые шаги очень робко осторожно но вы их делаете хорошо осень осенью здесь чувство такое что у вас будет больше направлено как-то на реализацию себя на профессиональную сферу здесь будет знаете какой-то обман нежелание идти двигаться дальше потому что вам будет казаться что путь который вы выбрали либо направление которые выбрали но достаточно такое тяжелое но хитрость заключается в том что вы просто не хотите вот что-то по-новому до сделать что-то по-новому и вы придумываете сами себе то есть входите в какой-то самообман лишь бы не сделать то на что вы действительно способны вы это умеете делать вы знаете независимо от того даже какая-то сфера да ну допустим элементарно если я сказала про профессиональную реализацию там я не знаю раскрытие открыть свой канал до что-то сделал запустить какой-то свой проект вы будете считать что у меня еще недостаточно знаний я не могу у меня это не получится и здесь не страхи а здесь именно некая такая хитрость то есть жизнь выбрасывает вас на новую волну чтобы вы начали совершили какие-то действия то есть вы оказались победителем над самим собой победителем именно на той вторичной выгоде которая у вас присутствует а вы ее не хотите увидеть допустим если я не совершаю какое-то действие то у меня выгода да ничего не поменять я это знаю но при этом я знаю что у меня есть способности и я не хочу что-то менять своей жизни и сам себя обманываю говоря о том что нет я еще недостаточно знаю недостаточно умея не вот обман заключается только в том что я не хочу ничего поменять но при этом я хочу нечто большее потому что я чувствую свой потенциал здесь вы занимаетесь осенью непосредственно каким-то самобаном чтобы не двигаться дальше вы не хотите принять решение не хотите принять решение пойти в новое то есть вот очень мягко очень мягко весь год вас будет подталкивать к тому чтобы вы знаете начали начали жить по новому по новому это не значит что так как я жила и то же самое только сначала нет здесь не просится это здесь просится именно абсолютное новое вот это вот доверие вашему внутреннему зову и это здесь у вас не возникает вопрос страха вы это не боитесь шут не дает нам никогда ощущение у шута нету страха а что у шута есть вот это вот безумие а я не понимаю что это но я готов вязаться в эту авантюру у него есть вот это вот именно бесстрашие и вам нужно принять решение и одержать внутри себя победу то есть осенью вот вы как будто бы должны себя преодолеть для того чтобы как-то двигаться дальше весной вы учились этому зимой вы почувствовали летом вы как будто бы стали это применять но больше в личных отношениях осенью вам возможно то же самое придется попробовать и в профессиональной сфере но вы этого как будто бы не делаете здесь обман может заключаться в том что вы как будто бы еще полностью не исцелились нету внутренней а внутреннего какого-то спокойствия нету внутреннего примирения да то есть вот вы не как будто не можете примирить вот это вот ваше старое и новое не умеете оставлять старое вовремя тогда когда нужно вот вы вы как будто бы дублируете каждый день вот этот день сурка даже этого не осознавая но при этом у вас очень хорошая потенциал осенью если вы все-таки одержите победу над собой и пойдете вот в это ум новое очень важно успокоить свою у вас будет вот то что я сказала вторичная выгода придумывать здесь очень беспокойный ваш ум если вы сможете найти внутри себя вот это вот перемирие договориться как-то выявить возможно вот эти вот вторичные выгоды проанализировать их всех то у вас очень большой потенциал прийти именно к той самодостаточности которую вы хотели и последний месяц декабрь под декабрь будет достаточно таким спокойным вы будете получать удовлетворение от достигнутых каких-то своих побед возможно до собирать как-то свой урожай он будет больше направлен на ваше внутреннее состояние удовлетворения наслаждение тем что я получил на как результат ваших трудов здесь акцент будет больше связан именно с семьей именно с какой-то стабильностью с финансами достаточно хорошей и такой но плодотворный декабрь богатый так так вот такая вот у нас энергия года получилось еще раз хочу сказать комментарии не читаю имейте это ввиду мы с вами переходим к позиции номер два и красненькому камешку двоечки двоечки мы рассмотрим с вами исключительно состояние значит зима это январь-февраль здесь какая у вас энергия будет я рассматриваю только энергии не ситуации здесь ощущение того что вы как будто бы завершаете что-то завершение того что долгое время вас как будто бы останавливало у вас было такое чувство усталости до остался один шаг до финиша но у меня уже больше нет силы я закрываюсь для того чтобы обернуться назад здесь как будто бы некая такая вот обесточенность энергетическая усталость я устал я устала нет у меня сил дальше двигаться хоть я и понимаю что мне это нужно желание такое вот не трогайте меня оставьте меня в покое я хочу побыть собой для чего для того что как будто бы вот внутренние да вы должны что-то завершить как-то здесь не вопрос о делах не завершение делах а вопрос как будто бы вам нужно отпустить прошлое завершить как-то вот попрощаться эти чувства как будто вот что-то оплакивали долгое время и нужно с этим расстаться отпустить это для того чтобы совершить какой-то прорыв здесь еще есть чувство того что долгое время на меня как будто бы давили давили я не понимал почему это для чего это и вот конечном итоги рамки настолько жалясь что как вот именно вот это вот состояние ограничений она выбрасывает меня в новую какую-то реальность да я смогу совершить прорыв но не потому что я нацелена этот прорыв а просто уже какие-то вот тиски настолько жаля что если что-то не сделать что-то не предпринять то здесь будет полный конец завершения да то есть ощущение того что я ввел себя в такие ограничения в такие рамки что просто не действовать я уже не могу то есть надо как-то среагировать на то что происходит вот здесь как-то так возможно первые две недели января у вас будет такое вот ощущение оставьте меня в покое потому будете ощущать какое-то вот давление 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 и в конечном итоге это настолько на вас так повлияет что вас как будто бы выбросит именно в другую реальность как как совершение некого такого прорыва но вынужденного потому что если вас составить в том состоянии в котором вы просите то есть не трогайте меня вы дальнейшем не будете действовать здесь вот ощущение какое-то такое смотрю да здесь зимой будет прислушивание одновременно вам нужно понять что прошлое уже все а уже я не вкладываю туда энергию я я как будто бы знаете не то что собираю себя я нахожусь в состоянии когда я прислушиваюсь прислушиваюсь к тому что хочет моя душа то есть какой-то вот период завершился вот это вот усталости когда я смотрел в прошлое а потом вот какой-то момент какой-то паузы остановки и в этот момент я хочу уловить свои собственные желания а что же вот это вот это вот какой-то вот это вот какой-то знаете миг когда я хочу уловить то то понимание что я хочу да куда меня зовет душа что я хочу получить да какие мои надежды но эти надежды и эти все осознания они идут не от головы они идут из вашего внутреннего ощущения вы как будто бы как будто бы происходит озарение вы неожиданно понимаете что в каком направлении вы хотите двигаться что это мое я хочу именно туда пойти вы как будто идет состыковка с вашей с вашей душой я не знаю с вашим каким-то каналом неожиданно у вас придет это понимание чего же вы хотите так смотрим весна три весенних месяца достаточно важные будут вашей вашем году то есть если можно сказать самый значимый период это будет три весенних месяца когда вы будете искать ответы на на свои вопросы когда вам важно будет что-то понять защитить ощутить и вот это вот желание закрутить колесо удачи именно в том направлении в котором хотите вы здесь произойдет что-то какая-то вот очень какая-то судьбоносная ситуация и возможно которая поможет вам повзрослеть возможно это будет какой-то вот может быть кризис среднего возраста может быть это будет связано с пониманием того что я уже не хочу быть удобным я уже не хочу быть таким как был раньше то есть здесь ощущение того что у вас произойдет внутреннее отторжение какая-то знаете неприязнь самого себя это пренебрежение какое-то вот чувство ну как-то противно мерзко стало от самого себя от того как я раньше жил каким я раньше был и вот здесь вот вот это вот отторжение какое-то непринятие себя но поможет вам взглянуть иначе и и увидеть какой-то здесь увидеть какой-то рост знаете вы как будто бы сможете увидеть свои способности которые помогут вам улучшить вашу жизнь качество вашей жизни как будто бы вы знаете почувствуете ценность себя наконец-таки да вот именно вот через это мерзкость как будто бы какое-то вот озарение будет и понимание в какую-то минуту о том что как вообще я так мог либо могла жить и мне самой противно неужели так будет вот всю мою оставшуюся жизнь и вот эти вот какие то вот такие мысли ответа на них вы будете искать они помогут вам увидеть нечто иное во первых вашу ценность как вы ее насколько вы цены важны в первую очередь для себя и для вселенной и вот это вот вам поможет раскрыть какие-то новые возможности до новые блага как-то вот по-другому взаимодействовать с материальным миром это будет у вас весна лето каким будет у вас лето лет у вас будет достаточно спокойным размеренным знаете хочется сказать правильным либо для кого-то очень важно исцеляющим как-то чувство если у вас есть какие-то хронические болезни они отойдут вот именно вот это вот весеннее озарение inside но поможет вам летом как будто бы выздороветь это может быть как душевное выздоровление так и физическое полностью исцеление 10 чувства искупления каких-то вот ваших долгов до именно перед мироздания как-то вот перед вселенной вы здесь не идут слова как терпение смирение но не с негативной точки зрения не про то что я раб да я соглашаюсь совсем нет а здесь придет вот это вот судьбоносная ситуация весной она даст вам такой колоссальный прорыв в понимании того что вот я как будто бы искупил что-то это может быть из прошлых ваших воплощений да что-то вы поймете почему с вами так обращались и то что вам казалось что вас не ценят не уважают на самом деле вы как будто бы какие-то долги отдавали здесь что-то такое глобальное масштабное произойдет понимание вашего мира вас ваши взгляды изменятся на жизнь и вот это вот новые взгляды они помогут вам вздохнуть на как будто бы не знаю кто-то вам покажет истину какая она есть на самом деле и вот это вот понимание вашей правды чужой правды она уберет сметет на своем пути вот эти вот все разногласия которые были возможно в непонимании то есть вы как будто бы вам покажут суть не знаю суть вещей суть жизни вот суть корень и вот поняв этот корень вы вздохнете вам станет намного легче и вы исцелитесь то есть здесь как будто бы спадает с вас вот все какие-то старые убеждения которые были нашиты на ваш энергетический кокон они ну как будто какая-то вот встряска была и вы вот очистились от того что уже не нужно но причем по справедливости так должно было быть вот все те картинки которые страшилки которые вы рисовали всю свою жизнь в своей голове боясь чего-то до либо глядя на мир через всю проекцию своих собственных рисунков да то есть вот вот своих идей здесь как будто бы вы возможно весной вас произойдет какая-то связь я не случайно говорю про озарение повторяюсь не потому что мне хватает словарного запроса просто потому что здесь одна и та же история она раскрывается с разных сторон здесь идет контакт с высшими силами и понимания какой-то бы настроился а так с вашей душой и вы понимаете вам приходит понимание да к вам приходит вот это вот осознание того что вот то что было ранее она как будто бы бренная как будто бы придуманное все это было тщетно посмотрите на себя а зачем я это вообще все дело понимаете вот здесь вот какие-то вот такие очень масштабные перемены но не в контексте того что вы логически пришли к этому именно в контексте как будто бы свыше была приложена рука и вот не то что ваша судьба поменялась а вы поменялись я не знаю как вам объяснить эти состояния но когда придет время и вы вспомните вы поймете можете сохранить этот ролик и периодически просматривать хорошо ваша осень ну вот и как следствие конечно же ваша осень ваша осень она такая достаточно изобильная она достаточно плодородная она зима земная здесь ощущение того что вот эти вот красно оранжевые цвета вот это вот зимние овощи и там тыква вот это вот теплота изобилие все есть и здесь состояние некого такого праздника когда я наконец-то таки понимаю что я не являюсь жертвой обстоятельств да что наконец-таки я взял свою жизнь свои собственные руки то есть здесь здесь абсолютно другой уровень абсолютно другой уровень да ваши желания исполняются то есть вы как будто бы начинаете вот вот весь год вы работали и последние вот этот вот три месяца осени вы получаете новую модель существования вы получаете новую модель взаимодействия с другими людьми вы осознаете четко свою позицию кто вы вот этот вот ваш недостающий пазл вам стало спокойнее и вы можете проще реализовывать свои собственные желания вы можете жить так как вы хотите и последний месяц декабрь заканчивается переменами заканчивается переменами связанные да здесь опять идет разрушение такое ощущение как будто вам перерыв дали на осень чтобы вы им увидели вот эти вот плоды первые плоды своих трудов и что вы можете получить как будто бы демо версию вам дали да если вы дальше будете жить но вам не хватает еще какой-то шлифовки и эта шлифовка придет к вам именно в декабре месяце через какие-то переменные видимо есть еще что-то это как будто бы слой понимаете то есть один слой убрали в нем есть еще какие-то слои но это слои они новые они не про то же самое то есть это не будут те перемены которые у вас были из года в год одно и то же в одном направлении и вот никаких нет это будет нечто иное итог через чем вы раньше не соприкасались должно уйти другой слой который был глубже под тем что вы нашли а у себя весной вскрыли у себя весной здесь идет что-то такое новое знаете как будто бы вот это вот чувство любопытства и интереса сфокусированность на заинтересованность на чем-то конкретном на чем-то одном и вы этому будете уделять достаточно большое время то есть вы будете сконцентрированы на чем-то одном весь декабрь месяц и это будет сделано специально как будто бы знаете вот когда проводите ремонт до в квартире а вам переехать некуда и вы вы допустим красите салон вы всю мебель перетаскиваете в комнату до в спальню для того чтобы освободить салон вот у вас как-то так и вы находитесь непосредственно вот именно в той спальне где у вас загармождено вот этой вот в всей мебелью которую вы перенесли в эту спальню в тот момент когда освежается ваш салон да там идет покраска да свежие вот это вот все чистое но вы будете сфокусированы именно там где есть еще старое то есть пока что-то новое рождается у вас вот на какое-то время вас как будто бы отвлекают пока что-то новое опять-таки какой-то новый слой он будет вам даваться вот такие у нас двоечки напоминаю что я не читаю комментарии если что-то очень важное вы можете написать мне на почту либо в директ в инстаграм мы с вами переходим к позиции номер три и зелененькому камешку троечки я рассматриваю исключительно энергию я не смотрю ситуации энергия всего года итак начнем зимы зиму я обозначила как два месяца это январь и февраль энергия вашей зимы я уточнила солнце здесь выпало в контексте чего в контексте того что здесь знаете ощущение того что вы идете в новое да но вот в этом новом вы не то чтобы сталкиваетесь со своим каким-то эгоизмом а вы вот в это новое хотите войти по-другому и вы сейчас сфокусированы и именно на себе на то чтобы все проанализировать и принять какое-то очень важное решение касательно какие-то трудности сложности возможно которые у вас возникли либо с финансовой сферы да либо здесь кризис может быть со здоровьем у кого-то что-то связано да то есть здесь в утащение того что я хочу пойти в новое но для этого у меня у вас как будто вы знаете понимание приходит того что вот проблемы которые у вас были они связаны с вашим эгоизмом и вот вы как будто бы это знали но сейчас нужно с этим что-то сделать то есть вы понимаете что как-то что-то нужно поменять а то есть у кей раньше возможно я отнекивался отнекивалась не принимала то что вот каких-то моментах бы я проявляю гордыню сейчас я понимаю что мне самому либо самой очень сложно жить потому что вот то что я создаю исходя и из своей гордыни мне это не приносит удовольствие и вот глядя на свои какие-то результаты вы понимаете что что-то нужно в себе изменить и не просто изменить что-то там такое абстрактное а именно конкретно именно свою гордыню и почему потому что она блокирует весь всю вашу вот эту вот внутреннюю силу вы как будто бы заглядываете зимой внутрь себя и первое с чем вы сталкиваетесь это с гордыни и вы понимаете что здесь как будто бы хочется сказать у вас совесть просыпается да то есть вы сами начинаете себя оценивать но не с точки зрения критики чтобы как-то вот ущемить себя нет а вы как будто бы хотите именно понять себя разобраться и вот вы смотрите уже на гордыню не то что а я то плохая либо я хорош и нет а с позиции наблюдателя с позиции понимания на почему это есть во мне что можно сделать либо что хочет это гордыня на основе чего она родилась когда были посеяны эти семена которые сделали меня таким человеком здесь ощущение того что вот зимой вы смотрите на себя и думаете почему я стал таким человеком то есть где был где была вот это вот первопричина до откуда источник того кем я стал на самом деле потому что вас очень много силы вас очень много жесткости вас очень много такой знаете какой-то воинственности я не говорю о том что вам это не нравится вам это нравится но вы понимаете что вы становитесь тем человеком что если вы продолжите и дальше в таком формате которым вас все устраивает абсолютно то вы вынуждены будете уйти вот ближе к старости в какой-то вот понимаете отшельничество то есть мир не будет вас уже принимать и здесь здесь нету плохих и хороших и здесь нет черного и белого я хочу чтобы поняли то что я хочу сказать вот это вот ощущение того что а здесь мне идет образ полководца который вынужден отдавать понимаете он ведет за собой вот этот вот отряд и он выполняет какую-то команду и он не может быть ни плохим не хорошим а он лишь выполняет какую-то свою команду причем его подчиненные если мы говорим о войне они его могут ненавидеть потому что они они понимают что полученные от этого главокомандующего приказа они могут привести к смерти но иначе другого пути нет то есть вот здесь как то вот такая вот такое вот ощущение что вот как будто бы вот это вот военная подготовка всю жизнь вот это вот воспитание очень строгое очень жесткая очень требовательна она сформировала вас как а не то чтобы вот как оборотня да то есть вы либо человек либо в очень неприятные моменты вы становитесь вот этим вот оборотнем который даже и волком то по сути не является да а это вот именно вот эти животные инстинкты вот вы почувствуете зимой вот что именно привело вас и вы стали таким человеком каким вы стали еще расскажу я никогда не оцениваю что-то хорошо или плохо я хочу показать а именно вот ваша вот это вот глубокое состояние что если вы что-то не измените то через достаточное количество лет приведет вас к одиночеству возможно сейчас именно такой момент задуматься потому что еще раз скажу вам нравится то кем вы стали потому что вы чувствуете в этом более увереннее себя себя более спокойно и но результаты ваших действий того что как того как вы взаимодействуете с людьми вы понимаете что вы причиняете боль на что где-то вы можете ранее другого человека что где-то вот может создаваться какие-то конфликты какие-то сложности что вот вроде бы понимаете здесь как будто бы другим плохо а вам хорошо и если стоит выбор между другими и себя вы выбираете себя но вам и не нравится что и другим тоже плохо и вот здесь вот вот это вот ощущение того что где-то зарыта собака мне надо с ней разобраться это у нас такое ощущение она будет да да здесь выпадает колесо фортуны и как раз таки вот вы как будто бы просите какую-то подсказку свыше чтобы понять да то есть вы понимаете что что-то мне не хватает какой-то информации чтобы пойти дальше ну то есть нету роста в том кем кем я стал каким я стал какая я стала надо что-то изменить да то есть не не себя поломать не как бы так сказать надо направить вот все что меня не устраивает как будто бы в другое русло да что-то новое принести возможно очень много однообразия в жизни не хватает какой-то яркости чего-то нового для того чтобы я вот вот эти вот доспехи сбросил себя и понял что жизнь другая да что я доспехи это ношу для того чтобы защищаться то есть вы видите перед собой людей с мечами которые на вас нападают поэтому вы вынуждены дети эти доспехи но хочется чтобы как-то вот что-то произошло жизнь закрутилась и не то чтобы вы увидели людей без оружия нет а как будто бы сначала вы сбросили эти доспехи то что вам тяжело то что вас ранен то что вам некомфортно с этим с каким-то вот грузом вашим я не знаю с чем он связан его чтобы это сбросить и опять-таки как в сказке до красавица и страшила да когда он превращается из этого страшилки из этого в мусора до в нормальный человеческий образ то есть вот эти вот инстинкты животные самому самовыживание они отпадают я действительно становлюсь человечнее да как-то вот добрее и тогда я смогу заместить цветок я смогу заместить заметь красоту природу то есть то что есть на самом деле а не то что я придумал себе своей жизнью здесь у вас такая зима весна очень хорошая у вас весна будет такая достаточно живая огненная очень яркая говорящая причем знаете не будет здесь каких-то размышлений как обычно вы привыкли все будет как-то сбалансирована гармонично до исходя из каких-то вот ваших новых ценностей да вот понимание себя ценности себя желание пойти вот в новое через обучение какая-то некая открытость принятие желание двигаться вот и весна как весна как таковая именно вот именно как это все цветет но не нежные такие нотки а именно как будто бы здесь показывается поле с цветами или с травой не знаю как это называется в общем открытое такое пространство она очень солнечная и вот бежит девушка женщина не знаю в женской форме и вот знаете вот так вот руки раскрывает раскрывает руки прям и бежит чему-то навстречу чему-то такому новому и вот ветер дуя прям в лицо волосы длинные развиваются то есть вот это вот ощущение знаете когда я я нахожусь в потоке я я двигаюсь и я чувствую себя живой вот здесь вот ощущение что я живой что-то такое знакомое что-то такое родное всплывет у вас да это как возвращение и на может кто-то поедет в места в которых уже был ранее может быть возврат домой может быть возврат к чему-то такому прошлому уже знакомому известному но не в контексте того что был ну это как знаете маленькие дети у которых вы бабушки девушки жили в деревне вот они весь год же ждали для того чтобы приехать вот в деревню а и порадоваться то есть вот что-то здесь как возвращение каким-то корням да вот к чистоте какой-то может быть это даже метафорично вы как будто бы вот сбросив те оковы которых я говорила вы ощутите себя заново по-новому живой жизнь будет вас кипеть и вы придете к своим каким-то источникам да может быть кто-то действительно пойдет я не знаю почему-то на алтай может быть съездить не знаю куда но вот придет как каким-то своим источником и наполнится здесь как будто бы живут живут творящий какие-то источники идут да здесь будет движение в новое знаете вы как будто бы впервые вот поверите в себя поверите себя поверите в природу поверите не знаю как вам это описать это состояние на чтобы оно было похоже здесь у меня стоят двое людей разговаривают друг с другом и это вот беседа действительно по душам это может быть даже вы когда вы честно открыто признаетесь может быть своих ошибках и вот в глядя друг другу да вот вы как будто бы глядите к себе себе в собственную душу да и вот от откровенности от чистоты от того что что-то высвобождается у вас идут слезы иду слезы вы как будто бы ну увидели себя что ли вы вернулись к себе вы приняли себя это вот то состояние когда ты ругаешься с кем-то а потом приходит примирение да и вы начинаете объяснять друг другу желанием открытостью говорит что я был неправда я тоже допустим ошибался да зря я накричал я сорвался и другой человек и вот у вас вот это вот внутреннее желание порыв обняться и сказать да я тебя прощаю да и ты я и тоже не идеален и вот вот это вот вот эти эмоции да и слезы они переходят в улыбку радости и вот вот эти вот эмоции вот эти вот чувства они переполняют вас вот здесь весной будет вот такое вот ощущение как будто бы себя вы приняли что ли с собой помирились и как будто бы вы говорите друг другу другое то может быть и вы как долго как долго я ждал этого момента когда ты заметишь меня ты примешь меня и вот здесь вот очень много всего и вот это вот откровенность вот это вот искренность она переполняет и придает вам огроменную силу вот это вот мощь ощущение того что бежит табун табуна это по-русски не по-русски с огромное количество лошадей вот с такой силы вот с такой мощью это вот прям вот выброс куда-то вот вас выбросит точно так возможно другой уровень это у вас весна лето какое у вас будет лето лето на основе возможно всего этого вы начнете строить вы начнете строить причем здесь такие интересные карты выпадают здесь выпадает отшельник и дьявол но я не считаю их с негативной точки зрения мне идет здесь энергия абсолютно другая вы как будто бы внутри себя захотите на основе вот этих новых энергий выстроить построить что-то это как будто бы вы стали неким таким генератором батарейкой почему батарейка это мало сказано именно генератор как такой вот мощный прибор который транслирует много энергии на которой можно что-то построить у вас будет вот желание выйти из своего вот этого вот отшельничества когда в отшельнике вы уже поняли что вы хотите вам нужно дальше двигаться но здесь вот именно у меня идет у меня идет генерация какой-то огромное колоссальное количество энергии и дьявол здесь у нас говорит о силе о мощи говорит о материи говорит об энергии то есть как будто бы не знаю здесь какой-то прорыв и возможность выстроить то что вы захотите здесь важно не то чтобы правильно захотеть а вот ощущение того что произошла какая-то война и вот либо землетрясение все дома попадали и вот как будто бы группа людей приходят строителей и им говорят что надо заново выстроить город вот по-новому построить заново и вот вот такой вот знаете энтузиазм желание да мы сможем пускай много работы впереди да много домов надо построить целый район и как город выстроить но мы сможем у нас есть силы у нас есть желание и вот этого чувства она кипит она бурлит вас вот это вот мощь сила что да я я готов это построить у меня хватит и сил вы не думаете о знаниях вы не думаете о возможностях вы думаете только о том что да я это могу сделать вот здесь вот про это здесь дело совсем не про привязки вы как будто бы выходите из той из того состояния жертв в котором долгое время находились от потери утраты знаете здесь как будто бы здесь была потеря связана когда знаете вот крылья человеку отрезают и я уже вообще ну руки опустились я ни во что не верю и из-за этого да я чувствую себя жертвой неспособный а потом вдруг приходит один человек как будто бы и он вам показывает а ты уверен что это ты 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 уверен что ты вот такой вот слабак ты уверен что ну тебя ничего не что все что ты потерял вот это кризис здоровье там семью деньги что угодно ну что это действительно ты что ты здесь чувство такое что как будто бы стоите на коленях и говорите а я уже ничего не могу не знаю там возраст не знаю еще что-то какие-то вот я жертва ну ничего у меня уже не получится и здесь вот такое вот чувство будет летом что кто-то приходит и показывает вот кто-то это метафорично не обязательно что это человек это это ваши взгляды но то что с вами произойдет что а я могу вот какая-то вот внутренняя вот это вот сила что не вопрос я я построю заново я сделаю так как я хочу так как нужно то есть я смогу если там было разрушение компании я заново его выстрою меня есть этот навык я не потерял навык я не потерял себя нету отношения я заново выстрою я сделаю правильные отношения новую семью создам если не было здоровья я начну заниматься своим здоровьем я разберусь чем были причины я вот это вы знаете это желание жить это когда человеку приходят и говорят у тебя осталось там я не знаю какой-то ограничен дедлайн да и ты можешь делать все что ты хочешь и вот жаждой человек не поймем как назывался тот фильм по моему там джек николсон играл что ли два мужика которых осталось немножко жить и вот они сбегают значит больницы и начинают осуществлять свои желания которые не могли осуществить там прыгают с парашюта там я не знаю кутят где-то ездят все места где не были то есть вот появляется вот и знаете когда чувство что жизнь заканчивается да и у тебя не будет других возможностей у тебя приходит это понимание и ты вдыхаешь и нет я сделаю все то есть и страхи уходит на второй момент и я уже ничего не боюсь меня уже ничего не сдерживает и я вот с вот с таким рвением я начинаю жить такая вот у вас такое вот у вас будет лето и мы приходим к осени какая у вас будет осень осень у вас будет начинание вот какие-то начинания непосредственно знаете они будут неуверенные возможно какие-то идеи вы так очень робко очень аккуратно будет идти но с неким таким упрямством постоянством то есть вас не будет пугать что вы то что вы делаете это возможно что-то абсолютно новое да либо заново что-то начинаете но вы вот с одной стороны я боюсь а с другой стороны я делаю да я просто совершаю то что мне нужно я делаю один шаг за раз я никуда не тороплюсь несколько будто вы знаете люди у людей появляется какая-то вот цель и вы становитесь целеустремленными вы идете вы не торопитесь и вы не бежите как-то знаете вот так вот упрямок как бы который не не носится а он идет на пролом и четко знает что я это сделаю да я боюсь но я это сделаю я не уверен но я буду делать пока не получу прям знаете вот такая какая-то очень терпеливая зимная энергия такая очень хорошая которая с одной стороны а будет подкрепляться новыми какими-то идеями в воодушевлением каким-то состоянием души с одной стороны а с другой стороны будут маленькие маленькие импульсы то есть это не огонь который вот понеслись нет а это зажглась какая-то искра какая-то идея и и попробую реализовать я постепенно вкладываю это как какая-то копилочка который вы бросаете бросаете монетку зная что в нужный момент наберется необходимая вам сумма это как вода камень точит капает 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 в какой-то момент это вода сделает дырку в камне это будет не сразу но вы как будто успока концентрированы на процессе даже то есть вы поставили цель и вы не торопитесь я хочу быстро быстро получать а вот так знаете монотонно упрямо усидчиво спокойно не торопясь вы совершаете необходимые действия для того чтобы получить то что вы хотите страшно здесь и страшно вам будет а вы будете желать как-то зацепиться за то что уже имеете но это будет разрушаться но вас не будет пугать вас не будет здесь пугать что что-то уход вы сможете преодолеть свои страхи то есть возможно вы будете что-то делать совершать что-то и будете понимать что вот этот поступок он приведет к тому что допустим я потеряю этого человека да он был когда-то дурки я хочу его удержать своей жизни я хочу быть с ним но вы понимаете окей это твой выбор то ушел да я иду к своей цели то есть вот здесь вот будет какие-то разрушения причем разрушение иллюзий это что будет то есть все что будет уходить она должна уйти это было не настоящее она не соответствует тому к той цели которой вы идете здесь будет вот прям исцеление будет вы будете проще относиться к тому что я не знаю допустим если раньше были какие-то расставания перри вы очень переживали почему так сейчас вас как будто бы это не будет трогать не потому что вы стали черствами а потому что у вас есть конкретная цель и вы будете говорить как будто ну либо ты со мной в моей команде и мы идем вместе к одной цели либо если нет то ты просто не мой человек да и я я ищу единомышленников я ищу те которые пройдут весь путь вместе со мной и ты просто не мой человек и вы будете к этому спокойнее относиться какая будет декабрь какой у вас будет завершение вот именно по судьбе и завершение всех этих борьбы но причем внутренние наконец-таки наконец-таки свершится тот момент когда ваша внутренняя борьба когда вы сами с собой боролись мы начинали с этого она придет концу она придет концу и чтобы будет что родиться родиться через какое-то ожидание родиться здесь через какой-то период если вы уберете вот эти вот ну не будете закрываться через свои страхи вы придете к такой достаточно стабильной жизни достаточно такой зрелый изобильной жизни постоянной наполненной любовью наполнены чувствами но здесь вот момент декабря завершения вы должны будете убрать вот эти вот страхи когда я все равно видимо какая-то там еще недоработочка будет по поводу того что где-то я еще закрываюсь да где-то я еще свои доспехи одеваю где-то я еще ожидаю какой-то боли каких-то вот эмоциональных вот как этот эмоции вы здесь больше будете закрываться до ожидания какого-то подвоха какого-то может быть предательства обмана лжи вот от этого всего будете закрываться вот если вы вот это уберете к вам придет именно вот эта наполненность эмоциональная да и чувственная и некая такая стабильность вашей жизни который вы хотели да я для кого-то если важно личные отношения до любовью если кто-то там ищет там партнера будет любовь причем стабильные отношения да не какие-то поверхностные такие а достаточно серьезные хорошие плодотворные стабильные отношения наполненные любовью именно с партнерством связаны вот такая вот у нас была третья позиция я благодарю вас троечки за внимание напоминаю что я не читаю комментарии начиная с этого расклада если что-то важное вы хотите мне написать можете написать мне на почту либо в инстаграм и директ вот комментарии я не читаю и не смотрю а я с вами прощаюсь благодарю вас конечно же за внимание ставьте лайки знак благодарности если хотите а можете переводить донаты только пишите свое имя обязательно потому что я благодарю анонимов но мне хочется лично озвучить имена тех кто переводит деньги я вам очень благодарна а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока